Сокровищница елочных игрушек второй год подряд расположилась в детской художественной школе. Сюда со всего города поделки свозили талантливые ребята, участники конкурса на лучшие хендмейт новогодние украшения. Наиболее красивые, оригинальные и качественные займут место на пушистых лапах самой большой живой елки города, на площади Ленина. Ее по многолетней традиции устанавливают сотрудники и в гортеплоэнерго. По опыту прошлого года члены жюри точно знают, какие игрушки на еле будут заметны и какие точно переживут холода и ветра. Эти игрушки должны быть, с одной стороны, сделаны из достаточно безопасных материалов, с другой стороны, они должны противостоять вот этим вот погодным условиям, перепадам температур, насыщению влагой, не терять своего вида и быть достаточно легкими. Основных номинаций 5 на самую забавную, изящную, необычную, оригинальную игрушки и лучший символ грядущего года. С этим как раз проблем нет. На конкурс принесли десятки петухов из папье-маше, пластика, бумаги и тканей. Фантазия школьников при изготовлении игрушек не знает границ. В ход идут любые подручные материалы, например, макароны или коробочки из-под йогуртов или даже CD-диски. Самыми популярными материалами в этом году являются обычная пластиковая посуда, например, стаканчики или пластиковые ложки. Такие есть в каждом доме и используются они в качестве декора. В этом году работ меньше, чем в предыдущем, около 250, но их уровень на порядок выше. Только диву даешь с широте мысли и творческого полета. Избушка на коробку ножка, которая захотела стать новогодней елкой. Вот, вот, вот. Обязательным условием было изготовить игрушку достаточного размера, чтобы ее было видно издалека, примерно 50 на 25 сантиметров. Материалы должны быть плотными и в идеале непромокаемыми. Сегодня мы вообще были поражены столько много интересных, оригинальных, действительно практически профессионально сделанных игрушек, что выбрать лучшее – это очень большая работа и сложная. Из всего потока игрушек на городской елке окажутся всего 20. Остальным украшением члены жюри обещали найти применение. В городе будет установлено больше 30 лесных красавиц и каждой нужны такие хендмейт-творения. Мне кажется, это все-таки здорово, что они как-то так вот сейчас подойдут к елке, будут разглядывать. А кто же там первое место, чье там висит. Мы сами даже подходим на эту центральную елку и тоже смотрим. А вот у нас стояло здесь в моем кабинете. Мы рады, мы приветствуем такой конкурс. В следующем году, отметили члены жюри, необходимо расширить список номинаций, награждать за самый креативный подход, необычные материалы и лучшую гирлянду. Живую ель на площади Ленина установят и нарядят до конца недели. 17-метровую красавицу уже привезли из Ивановского района. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.